Доклад Дня Мы говорили про open source, что это такое, какое бывает, как его разворачивать, настраивать, как ускорять и оптимизировать, и все это важно. А мы поговорим про то, что мы с тобой больше всего любим. Про безопасность. Разработчики, подождите, подождите, не уходите. Да, ну а давайте немножко представимся. Слово Алексею. Да, собственно, я Алексей Феделаев, я DFCCOPs Team Lead в Wildberries, 12 лет в информационной безопасности и специализируюсь на безопасности контейнерных перевозок. Собственно, пытаюсь сделать мир безопасней. Со мной на сцене мой коллега, передаю ему слово и чуть-чуть позже присоединюсь. Да, меня зовут Лев Хакимов, я работаю тоже в компании Wildberries, занимаюсь лид-командой разработки автоматизации сервисов для информационной безопасности. Когда-то был девопсом, но, говорят, бывших девопсов не бывает. Организовываю несколько крупных соревнований CTF для безопасников, Capture the Flag, в Воронеже и в Москве. А также делюсь своими знаниями со студентами в паре университетов в ИТМО и ВГУ. Лекции открыты, можно приходить слушать. Вообще, немножко про актуальность данной темы. Вообще, open-source очень плотно вошел в нашу жизнь и действительно сильно двигает прогресс вперед. Поскольку без open-source в любом продакшене есть open-source. Это и Postgres, и Cuber, и много-много всего остального, чем мы пользуемся каждый день. Иногда это даже open-source библиотеки, в конце концов, это тоже open-source. Это безальтернативный вариант, который действительно позволяет нам развиваться. Но open-source привлекает достаточно большое количество злоумышленников. Хотя почему? Да потому что код знаете не только вы, но еще и все ребята, которые зашли на GitHub. Поэтому это крайне тонкая тема, поскольку у нас происходит огромное количество атак на open-source библиотеки, на авторов. И в частности, сами авторы open-source библиотек любят положить что-то нехорошее в свои либо через Ишусы. Все мы знаем историю, например, с массачусетскими студентами, которые подкоммитили немножко вредоноса в ядро Linux, проверить, а можно ли это сделать. Да, и у них получилось. Потом все коммиты, конечно, забанили, но сам факт того, что это утекло в релиз, крайне неприятен. Давайте разберемся, как вообще не оступиться с использованием open-source. И мы постараемся дать вам чек-лист, который вы можете распечатать, повесить себе на стенку и сверяться при внедрении нового open-source продукта, обезопасились ли вы от того, что находится внутри. Ну, собственно, давайте посмотрим наш продакшн. Вот у нас есть пользователь, есть какой-то раннер, есть библиотечки, которые мы тянем из внешних зависимостей и собираемся в докере. Все замечательно, все безопасно. Так, я нарушаю? Так, 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 гражданин, остановитесь на секундочку, готовьте ваши документики и давайте попробуем разобраться. Собственно, а как так? Что у нас за такая схема? Ведь у нас пользователь может сделать что-то не так, все это делает на личном компьютере, соответственно, туда может подлететь любая какая-то молварь или что-то еще. Он загружает непонятно откуда и непонятно какие зависимости, соответственно, он даже может взять замолваренный образ. Безопасно ли это, гражданин? Да, собственно, конечно, небезопасно, товарищ полицейский полностью согласен, поэтому к вашему приходу мы уже все переделали. Но, во-первых, мы добавили сюда гид. Какое-то хранилище репозиторий, гитлаб, неважно. Теперь мы код храним локально, у нас есть не только версионирование, но и некая точка входа, откуда мы можем забрать весь наш код и разместить на раннере. Вот у нас есть раннер, вот бегут счастливые сборки на отдельном запущенном гитлаб раннере, вот тянутся библиотечки NPM, собирается в докере, ну а дальше мы все это выкладываем в какой-нибудь Nexus и катим в продакшн. Ну, кажется, все. Мы обезопасились. Так, 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 подожди. Ну, ведь по сути ничего же не поменялось. Просто теперь мы вместо того, чтобы билдить локально или что-то делать, мы используем удаленный сервер. Осталась ли проблема? Помимо этого, у нас еще есть Shell. А что означает Shell? Shell означает, что все, что мы сделаем на раннере, на нем останется навсегда. Соответственно, впереди еще много приключений. И что у нас получается? Произвольный код выкатывается на прот. Да, это нехорошо. Но, собственно, Shell не проблема, от Shell можно избавиться. Убираем Shell-раннер, потому что, ну, закон для нас превыше всего. Поэтому первое, что мы делаем, какой вывод? Мы не используем Shell-раннеры. Сегодня у нас будет такой пополняющийся чек-лист в рамках нашего краш-курса, который вы сможете потом забрать с собой, прийти на работу и сказать, что, ребята, у нас все плохо. Погнали дальше. Хорошо. Но теперь мы все переделали, товарищ полицейский. Теперь у нас все бежит в отдельных контейнерах. Все замечательно, потому что контейнер, ну, мы все знаем по определению, это априори безопасно, потому что изоляция. Все. А вдруг мы все-таки скачаем что-то не то, и этот код сразу попадет у нас на продакшн? Ну, тогда мы просто берем и добавляем DevSegment. Там код отстоится, проверится. Мы четко пробегаем, просмотрим, что с ним никаких плохих зависимостей мы не затащили. У нас, в конце концов, есть QA, которые для того и созданы, чтобы проверить, все ли у нас нормально. И если все хорошо, то мы зальем это на прод. Все замечательно. Как еще мы можем обезопаситься? Считаете ли вы, что вы все предусмотрели для безопасности, гражданин? Хм, ну, давайте подумаем, но я бы добавил, например, сканеры. Ну, потому что сканеры — это прекрасная вещь для того, чтобы просканировать ваш код, просканировать ваш образ, понять, есть ли там какие-либо уязвимости, посмотреть, что вообще, какие CVE-шки сейчас существуют, ну, и, в принципе, например, статически проанализировать код. Так мы закроемся от всех школьников со скриптами. Ну, как минимум, здесь проблем никаких не будет. И уже отсканированный образ добавим в Nexus. Все замечательно. Товарищ полицейский. Давай дальше, посмотрим сейчас. А сможет ли в текущей конфигурации нашего, скажем так, пайплайна Bad Dependency аффектить на сборку? Хм, ну, давайте подумаем. Ну, в принципе, конечно, может, потому что нам нужен Docker in Docker. Разберемся, что за зверь такой. Ну, с одной стороны, мы действительно можем легко собирать контейнеры без использования Docker. Каника — наглядный пример. Docker не нужен, контейнер еще и легковеснее получится. Те, кто программирует на Java, на Java у них существует, например, от Google инструмент Jeep. Контейнер легкий, простой, и при этом собирается без Docker. В обычной среде прям можно из градла собраться. Все замечательно, все супер. Но иногда нам требуется прокидывать Docker сокет внутрь контейнера, и давайте заглянем, что это такое. Давайте заглянем к вам под капот. Ну, что ж, придется капот открывать. Ладно. Вот у нас есть движок Docker. Но тут уже я вижу, сидят люди, которые задаются немым вопросом. 23-й год на излете. Какой Docker? Ну, во-первых, надо сказать, что для нас это просто пример, и все контейнерные приложения в целом похожи друг на друга. То есть любая ося и совместимая среда для запуска в целом похожа, но с определенными особенностями для той или иной системы. Поэтому, да, подмана не будет, будем говорить про Docker. Вот у нас есть Docker-движок, вот бегут счастливые контейнеры, вот у нас Docker-сокет, на который клиенты, будь то что угодно, шлют свои запросы. Все спокойно, все нормально, стандартное использование. Но в этой табличке мы собрали, в принципе, 7 смертных грехов при использовании контейнерных приложений. Такая омерзительная семерка. Да. Собственно, это основные виды уязвимостей, которые существуют в контейнерных средах. И для того, чтобы их заиспользовать, вам в контейнер требуется добавить ту или иную capability, разрешающую какую-то функциональность. Не будем сейчас задаваться, что это такое, но она может быть совершенно любая. Например, капсис-админ позволит вам спокойно монтировать и размонтировать файловые системы. На эту табличку можно смотреть, но, тем не менее, тоже вопрос. Ну, какой нормальный инженер будет добавлять capability, потому что это как минимум лишние слова надо в команды дописывать. Это уже выглядит нереалистично. Но иногда контейнер можно запустить из другого контейнера. Как это происходит? Ну, вот Docker-сокет монтируется в контейнер. Docker-сокет — это обычный файл, лежащий по этому пути. Мы монтируем его в контейнер для сборок. Таким образом, мы сможем подавать команды на сокет, они будут исполняться на хосте. Вот вам и динт сборки. Причем мы сможем это делать просто обычным курлом. То есть для этого не нужно какое-то специальное село или другое окружение. Да, обычный курл уже для этого подойдет. Но есть один маленький нюанс. Есть нюанс. Собственно, какой? Ну, вот допустим, запущен у нас сейчас какой-либо контейнер. Вот он запущен, capability все сброшены, никаких дополнительных полномочий нет, все безопасно, и прокинут Docker-сокет. Ну, а используем мы докеровский образ исключительно для того, чтобы у нас клишка внутри работала. Предположим, что злоумышленник оказывается внутри контейнера, внутри нашего контейнера со сборками, и запускает что-то вот такое в привилегированном режиме контейнер. И маунтит хостовую файловую систему в папочку на хосте. И делает change root внутрь этой папки. Поскольку user ID у рута и на хосте совпадают, это ноль, он получает рута на хосте. Пожалуйста, мы можем и посмотреть, мы действительно находимся в хостовой файловой системе, да еще и рут. Все замечательно, мы внутри машинки, на которой ранятся наши сборки. Да, и здесь еще стоит добавить один важный момент. Для запуска DINDA вам нужен флаг привилежит. Что такое привилежит? Вот сейчас мы на экранах видим с вами capability, выданные для обычного контейнера, и опармар дефолтный. Давайте теперь посмотрим, как выглядит capability привилежит контейнера. Привилежит контейнер — это полное отсутствие изоляции. Это выданные все capability, все 7, ну, кроме проброса окета, все остальные 6 смертных грехов, они уже здесь присутствуют. Соответственно, с такого раннера можно будет легко выбраться на хостовую машину и уже продолжить свои атаки на соседние и следующие сборки. Собственно, если даже мы посмотрим, какие опармары применены, мы видим, что для привилежит инжинкс у нас применен опармар Unconfined. Собственно, его нет. Да. И что можно с этим сделать прикольного, гражданин? Ну, что можно сделать? А, например, похакать через ревершелл, конечно. Вообще, что такое ревершелл? Это перенаправление оболочки ввода-вывода куда-нибудь себе. Мы просто открываем баш и направляем его на какой-нибудь порт. Потом за него зацепляемся и начинаем развивать свою атаку дальше. Попробуем применить вот такой сплойд. В нем нет ничего удивительного. Мы знаем, что с одной стороны докер действительно проводит изоляцию, но с другой стороны у нас есть кое-что общее, а это ядро операционной системы, которая для всех контейнеров в любом случае общая. И, соответственно, если мы получим возможность из контейнера поместить какой-либо модуль в ядро и запустить его, и модуль будет уязвим, то в таком случае оно выполнится на хосте. Самый простой сплойд, где в аргументах командной строки мы просто скачиваем ревершелл, но сюда можно вписать любой другой угодный вам ревершелл, либо какую-то команду, либо команды, которые могут быть зловредными, просто вгрузить его при инициализации ядра, и когда модуль загрузится, функция init вызовется, и, соответственно, ваш код выполнится. Что мы с ним делаем? Мы просто компилируем, получаем ко-модуль и инсмодим его в ядро. Для этого у вас должна стоять капабилити капсис-модуль. Если она есть, а в случае привиледжа она у вас в любом случае будет, этот трюк, скорее всего, у вас пройдет. Если не пройдет это, есть еще куча всего остального, благо эта тема уже давным-давно исследована, и для того, чтобы сбежать из контейнера, достаточно просто иметь у себя Google. Поздравляю, вы великолепны. Все, можете забирать БДшку с персональными данными, начать исследовать все, что вам находится. Вы находитесь на раннере. Можете смотреть, что оттуда вам доступно. Собственно, запоминаем с вами, что dint — это отсутствие изоляции, соответственно, по возможности используете канико. Но если такой возможности нет, то давайте попробуем разделить воркер-ноды. Ну, теперь у нас билды идут отдельно, там сканируется, собирается, а раннер идет отдельно. Поэтому в таком случае, вроде бы, билд никак не аффектит на диплой. Все так. Соответственно, отсюда вывод, да, что вам нужно с разных воркер-нод осуществлять билд и диплой. И в случае, если кто-то сможет сбежать из контейнера, он никак не сможет оказать влияние на диплой. Поехали дальше. Но скажите, гражданин, ведь все же еще есть возможность, чтобы код из дев у нас попал в продакшн. Давайте посмотрим. Ну, разделим билд-среды на отдельные. Поэтому, если у нас билды могут быть какими-нибудь специфическими, мы там что-то билдим, в таком случае потеря одного билда, она не обречет потерю всего остального. Потому что далеко не всегда нам требуются те или иные инструменты на билд-нодах. Ну да, тут еще стоит отметить, что зачастую разработчикам нужно тестировать новые зависимости. Естественно, все это они делают в деве. Поэтому там что-то может бахнуть. И желательно, чтобы продакшн был максимально далеко и отделен от этого. В том числе продакшн-билды отделены от дев-билдов. Соответственно, мы используем разные ноды и раздельные билд-среды. Так. У нас все еще остается вот это вот. Что делать с зависимостями? Ведь мы до сих пор можем скачать что-то не так или не оттуда. Ну давайте попробуем хранить зависимости в локальных регистри. То есть мы делаем себе отдельный Nexus, куда мы прихраниваем все наши пакеты. Мы уже обезопасены от того, что разработчик в один момент, например, обидится и закроет доступ к своим пакетам. И мы не получим страшные ошибки при сборках. Да, такое действительно случалось. Но как зачастить продакшн? Ведь даже, допустим, используя легальные хранилища, мы все равно можем нарваться на какой-то вредоносный код в них. Давайте просто сделаем для дев-сборок прокси-репа, куда разработчик может сравнительно быстро добавить новую версию пакета, если она ему требуется для использования в своих приложениях. А для продакшн-сборок у нас уже нормальная хост-репа, где все пакеты, прежде чем туда попасть, сканируются на безопасность. Ну и кажется, что все. Давай посмотрим. Но в любом случае помните, что то, что летит у вас на дев и то, что летит на прод, это не должно подмешиваться и пересекаться. Едем дальше. Про что мы с вами забыли? Про что мы не проверили у вас, гражданин? В нижнем правом углу мы можем наблюдать иконочку Харбора. Действительно, мы совсем забыли, что у нас существует хранилище образов. И по аналогии с раннерами мы должны разделять репозитории хранения для дева и для прода. Собственно, почему? Например, достаточно часто бывает что? Да, происходит как, что используется один единственный репозиторий, в нем сразу все хранится с дева и с прода, и из него, естественно, выкатывается. Что мы получаем? Надев в билде, мы проставляем нужный так, который соответствует проду, и пушим в реджистр. И этот произвольный код у нас легким движением руки выкатывается на продакшн. При этом, да, для нас все это незаметно, потому что версии-то совпадают, теги все верные, и нам кажется, что даже все просканировано. Но вам, помимо того, что нужны раздельные репозитории, вам еще нужно хранить раздельно ключи. Если вы пользуетесь одним ключом для доступа ко всему, ну, вы сами понимаете, что у вас произойдет. Да. Соответственно, такой же вывод добавляем в наш чек-лист. One more thing. Достаточно интересный кейс. Как вы думаете, мечтают ли сканеры быть просканированными или просканироваться? Какие здесь проблемы есть? Ну, мне кажется, что со сканерами это уж точно проблем нет, поскольку это же точно доверенный объект. Сто раз проверен, все пользуются. Можно разместить на аноды и спокойно проверяться. То есть в сканерах безопасности проблем не существует. А давайте посмотрим дальше. Взламываем, например, выходим на хостовую ОС через СНИК. СНИК может напрямую выполнять такие команды, как изгредли на целевой системе. Собственно, что мы делаем? Мы делаем специальный файл, где пишем команду, которая, ну, в данном случае просто создает файл. Мы бы могли написать эту команду, которая как раз примонтирует докер. И давайте посмотрим, что произойдет на целевой системе. А на целевой системе у нас появляется этот файл. Это не единственная проблема со СНИКом. Это проблема не только со СНИКом. Есть еще также уязвимые сканеры. Можно собрать такой, скажем так, специально собранный контейнер и послать его на анализ. И, опа, мы на раннере. Ну, хорошо. Давайте теперь отделим сканеры на отдельные машины. Теперь сканеры живут на отдельных нодах. Там все сканируется. А с этих нод мы закрываем доступы до всего, до чего человек может дотянуться, если туда попадет. Только пуш в регистри. Все так. Собственно, на билд нодах у нас должны происходить только сборки. Всякие сканеры, особенно диндовые, они должны быть отделены на отдельных независимых нодах. Надо не забывать про firewall, поскольку если у вас в компании существует плоская сеть, то все, что мы рассказали ранее, уже не становится неактуальным, поскольку вы легко сможете достучаться из одной среды до другой. И поэтому эффект на дэви может привести к падению прода. Да, все так. Так, если у вас бахнет дэв, вы просто все переподнимете, потушите, а прод стоит себе спокойно и до него никак не достучаться. Собственно, никогда не забывайте про сетевую изоляцию контуров друг от друга. Также стоит напомнить про то, что раннер у нас до сих пор. Это какая-то постоянная машинка, на которой просто ждет, когда ей прилетит задачка и начинает ее исполнять. Если у вас есть зрелость в компании, в командах, в процессах, вы можете попробовать сделать эфемерные раннеры, разворачивать их в кубе, либо поднимать их как докер-контейнеры, которые поднимаются, выполняют там какие-либо команды, а после исполнения пайплайна просто схлопывается. Ну да, и тем самым мы что получаем? Что даже если удалось выбраться из контейнера на хостовую для него машину, то мы ее просто в конечном итоге снесем. Это не окажет никакого эффекта на последующие сборки. Собственно, старайтесь технологически расти и до такого, как эфемерные раннеры. Движемся дальше. Давайте поговорим с вами еще про приемку open source. То есть, да, мы поговорили про некоторые сканы, но сканы — это не панацея, мы с вами знаем. Соответственно, мы с вами разговаривали ранее про хост от репозиторий. Помним, что добавление туда зависимости только доверенными лицами. Туда не должны произвольные люди добавлять произвольные зависимости. Для всего остального у вас есть прокси-репозиторий и есть дев-сегмент. Пускай там тесты-то проверяют, как хотят. Не забываем с вами использовать также ICA и ASA сканеры, которые позволяют нам выявить уязвимости, либо какие-то проблемы с софтом еще до того, как мы его с вами закачали и положили в репозиторий. И также не забываем про проверку зависимости при добавлении. Происхождение зависимости, количество загрузок на том же самом NPM или где-то еще, наличие CVE. Чекайте обязательно Ишусы на GitHub. Два года назад, когда все началось, можно было зайти в Ишусы, и там сразу было, что есть какой-то байт-код, библиотека делает РМРФ или что-то такое. Ну и, например, сами пользователи составляли таблички, где можно было посмотреть, какие пакеты были уязвимы, а в каких зависимости не было. Также не забывайте, что зависимости можно тестировать в песочнице, в частности, отслеживать, какие сисколы у вас производятся. И поэтому, если ваш математический пакет, который вы берете для того, чтобы считать матрицы, вдруг внезапно начинает лезть в интернет и что-то там скачивать, то, скорее всего, вы скачали что-то не то. Ну, а также стоит проверять, насколько зависимости действительно соответствуют тому, что вы установили. А уж для особенно людей, которые любят посидеть с едой ночами, существует дизассемблер и декомпилятор. Можно залезть, разобрать пакет, если он легко не разбирается, и посмотреть, как он устроен. Собственно, не забывайте тестировать зависимость и проверять, что вы к себе собираетесь добавить. Ну и, конечно, подписи. Да. Не забываем про подпись. Это и подпись коммитов, это и подпись зависимости. Не забываем про проверку этой подписи при сборке. Если нам из хост-репозитория прилетел неподписанный артефакт, мы ни в коем случае не должны его использовать в сборке. Не забываем про подпись самого приложения и проверку артефактов при сборке образа. Также подписываем образ. Что нам это даст? Ну, например, если вы используете какую... Вы можете использовать уже готовые инструменты для подписи, например, Cossigan, либо Notary, и, кстати, Cossigan и Notary сейчас интегрированы в Kiverna, и фактически вам достаточно будет сделать несколько манифестов для его подключения, и все, вы сможете легко верифицировать ваш образ тем, что вы подписали. Также можно проверять установленный контент, например, подключая сюда ваши бизнес-процессы в компании. Например, у вас есть релиз, который согласовывается в какой-либо внешней системе. Как только согласующие проставили все галочки, что окей, мы действительно согласны, что этот релиз стоит ставить на прот, и он подготовлен к его установке, мы фиксируем все указанные в нем дистрибутивы, образы, чарты, версии, да вообще все, что мы хотим выкатить, и дальше при раскатке на прот ваш pipeline принимает еще и релиз, который составился. И если какой-нибудь инженер, получив письмо счастья или письмо о помощи, захочет раскатить что-то не то, то у него это не получится, и pipeline свалится, если, например, не ту версию захочет раскатить, а к нему придут вежливые люди с вопросом, зачем он это делает. Собственно, не забываем с вами про подпись и про валидацию, это важно. Собственно, сегодня вас посетила полиция ZCops, впредь будьте аккуратнее и не нарушайте. Давайте перейдем к выводам, еще раз кратко пройдемся. Собственно, никаких shell-ранеров. Shell это означает, что в вашей системе можно будет делать все, что угодно. Помним про Dint. Ганика, либо отдельная нода с диндовыми, я не знаю, сборками, либо с диндовыми этими сканерами. Причем помните, что Dint это отсутствие изоляции, можно выбраться. Разделяйте build и deploy ноды. Разделяйте в принципе build и deploy среды, для того, чтобы одно не аффектило другое. Обязательно используйте раздельные репозитории для пакетов, это не стоит подмешивать. Смотрите, ваши разработчики тестируют множество разных пакетов. До продакшена из них доходит какая-то небольшая минимальная часть. Например, попробовали пять разных зависимостей, подошла только одна. Это означает, что в вашем DEF-репозитории происходит куча всего непонятного, которое вообще никак не должно пересекаться с продом. И если уж мы остановились на какой-то конкретной библиотеке, мы ее подписываем и добавляем в хостед репозиторий. Исключите влияние на build и сканеры, просто разделяя эти среды по разным нодам, чтобы в случае атаки на ваши сканеры, а это, как мы видим, сканер — это такой же программный продукт, в нем тоже существуют уязвимости, и, по крайней мере, вы сможете обезопаситься от того, что человек, захватив сканер, не придет к вам на сборки и не начнет влиять на все остальные процессы. Ты пропустил раздельные репы в регистрии. И не забывайте про их ключи, что это раздельные ключи. Вы можете использовать protected branch, вы можете для DEF-сегмента использовать unprotected branch и, соответственно, unprotected variable, куда пушат разработчики и выкатывают к себе это на DEF-сегмент. Соответственно, у вас есть там main, либо там, если вы используете GitFlow, там какая-то релизная protected ветка, там уже лежит свой токен для прод-репозитория, с которого это будет дальше выкатываться уже на целевую систему. Изолируйте сегменты DEF и продакшена. Тем не менее, хотя это кажется очень очевидный совет, далеко не везде так происходит, и, к сожалению, там, где идет активная разработка и используются нестабильные пакеты, что-то может добавкнуть. Поэтому лучше это все разделить. Да. Помните про эфемерные раннеры. Это очень много вас может спасти. Соответственно, вы можете там и DIN сборки проводить, и любые сканы. В принципе, если вы уверены, как вы это реализовали, вы можете даже это, по сути, вернуть на одну ноду, потому что это все снесется, и потом уже последует другая сборка. Прежде чем ваши зависимости попадут на продакшен, как и ваш код, они тоже должны тестироваться, быть оттестированными, проверенными, и только когда вы действительно уверены в версии пакета, только тогда она должна попадать на продакшен. Да. Ну и, соответственно, не забывайте про подпись и про валидацию подписи. Множество защиты от supply chain attack как раз можно предотвратить, имея подпись, делая это корректно и имея корректный механизм валидации. Слайды наши можно скачать по ссылке описаний, посмотреть, еще раз вспомнить, что мы рассказывали, а по QR-коду вы можете оценить нашу работу, работу вежливых полицейских, которые не только штрафуют, но и рассказывают, как надо. А сейчас время для ваших вопросов. Да. Ну и, собственно, не забывайте использовать этот чек-лист. Если у вас чего-то на работе нет, обязательно пробуйте. Класс. Спасибо большое, ребята. Отдельное спасибо за представление. Ну что, давайте успеем задавать несколько вопросов. Так, я кратко объявлю. У нас сегодня два подарка. Один от нас и один от наших партнеров в Яндекс. Поэтому призы будут за два лучших вопроса. Прекрасно. Да, привет. Спасибо огромное. Было очень интересно. Вопрос такой. Вопрос от разработчика. Насколько сильно потенциально максимальный вариант может замедлить разработку и диплой. И сразу вдогонку второй вопрос. Я так понимаю, что не все пункты обязательны. Не для каждой компании, не для каждой команды. Могли бы вы выделить какие-то градации, где одной команде нужно делать одно, а другой команде нужно делать все и никак иначе? Давай я на первый вопрос отвечу. Так, как он звучал по поводу… Насколько дороже, да. Это насколько хорошо у вас выстроены процессы и насколько они отлажены. То есть в идеальном случае это должно оказывать минимальный эффект. Но мы с вами знаем все примеры, что из недавнего, относительно недавнего, Битварден словил как раз плохую зависимость. Это все у них выкатилось на прот, и пользователи увидели. Естественно, такого допускать не стоит. Но, конечно, стоит, опять же, напомнить, что если у вас, например, для того, чтобы добавить новый пакет, требуется собрать 20 подписей, с одной стороны безопасно, с другой стороны можно ждать месяц, пока вам новый пакет добавим. Ну да, кажется, что процесс построен некорректно. Теперь по поводу самих… Подожди секунду. У вас же есть какие-то реальные примеры, где вот этот план был внедрен, и сколько на него тратится времени. На внедрение или… Нет, нет, на регулярное использование. По-разному это зависит от команды команды, от компании компании переходят. Сами сканеры или какие-то вот эти дополнительные проверки, это недолго. Я же еще раз говорю, очень сильно зависит от того, как построены процессы. Действительно, если вам нужно 20 подписей, это будет долго. Если вам нужно, например, каким-то внешним инструментом просканировать или запустить песочницы, это другое. В любом случае тоже не стоит забывать про Time Freeze библиотек и помощь комьюнити. Все-таки это… Ну, обычно заходишь, если действительно стоящая библиотека, это что? Это миллионы загрузок. Правильно? Соответственно, ну, кто-то бы тоже словил. То есть это тоже имеет значение. Я понимаю, что бывают такие разработчики, когда все, вышла новая версия Swift'а, ночью выходит, нам прямо сейчас нужно, срочно, но такое все-таки нужно не допускать. Теперь, наверное, чуть по… Про уровни, да. По второму моменту. Нет такого понятия, как уровни. Нельзя сказать, что вот этой команде нужно вот это, а вот это, вот это. Безопасность, в принципе, она не бывает идеальной, это процесс совершенствования. Вам нужно добиться того, чтобы стоимость взлома была выше, чем стоимость вашей информации, которую хотят похитить. Это очень уникально для каждой команды, поэтому нельзя сказать, что вот вам нужно взять вот это, вот это, вот это. Вы можете попробовать… По-другому пути пойти. Вы можете сорвать какие-то низковисящие фрукты, что вы сможете сейчас, уже завтра, быстро сделать. Добавить какой-то сканер, который будет хотя бы зависимости на уязвимости. Вам с этим тоже долго придется разгребаться, если у вас этого нету. Сейчас он выплюнет, вот у вас там все пакеты уязвимы. Что делать? То есть, понятное дело, что если у вас там плоская сеть и у вас так уже все построено, вы не придете и там за ночь все не переделаете. Весь продакшн, все стойки не перевернете. Поэтому в любом случае, то есть надо смотреть, опять же, как… Это примерный план того, что можно сделать. Надо посмотреть по пунктам, то есть, допустим, от Shell-ранеров можете вы быстро отказаться, да? Потому что вы все уже давно, у вас собирается там ансиблом, или вы там выкатываетесь, у вас минимум команд, вы это можете быстро сделать. Или у вас вообще все завязано на Shell. То есть это все зависит, опять же, сугубо от конкретных примеров. Спасибо. Давайте следующий вопрос. Да. Так. Вон молодой человек сядет. Здравствуйте, спасибо за доклад. А подскажите, пожалуйста, я немного не понял, про раздельные репозитории пакетов для Dev и для Prod. В какой момент… А давай откатимся. Так. На съемку. Собственно, что у нас получается? Что такое прокси-репозиторий, знаете? То есть у вас идет во внутренний, например, Nexus, и он скачивает извне любую зависимость и просто кладет ее в кэш. Что это означает? Что в продакшен у вас оттуда также полетит любая зависимость. Здесь же мы хотим что показать? У нас есть хост от Repo, то есть в которую мы сами вручную добавляем отобранные зависимости, например, подписанные. И вот один репозиторий прокси мы используем для дева, а второй для имя, для продакшена. Но опять же, да, в прокси можно быстро все добавить. Это я все понял, нет. Вот у меня разработчики собрались на деве, они собрали артефакт, мы его оттестировали на деве, отгоняли на всех сканерах. Мы хотим его дальше по тестам погнать на какой-нибудь тестовый контур, на припрод и уже установить на продакшен. А у меня нет этого образа, я должен пересобирать. Да, создается заявка, артефакт подписывается и добавляется в хост-репозиторию. Но это прям вот как выглядит идеально. Понятно, что… Я должен пересобрать, у меня будут новые хэши, и это будет другой образ. Ну, как бы сами данные, они не изменятся. Да. Вы просто смените источник, откуда вы их качаете. То есть вы просто потом из прокси переложите в хост-реп и, например, подпишите. Ну, это не точно. Это будет пересборка артефакта. Могло произойти все, что угодно вот в эти моменты между девом и следующим репозиторием. Нет, ты фактически скачаешь… Ну, то есть тебе в любом случае потребуется пересборка для того, чтобы просто пересобрать из нового репа. Но при этом сам пакет будет точно такой же. То есть он кладется та же версия. Мы же не в другую библиотеку берем. Хорошо. Мы просто берем библиотеку и перекладываем в другую хранилку, а тут уже подтягиваем. Нет, я понял. Спасибо. Ладно, видимо, я немного не понимаю. По мне так это должен быть просто единый артефакт, который двигается. Ну, он у тебя будет… Зависит от того, взаимбежено или внутрь. Да, то есть если у тебя этот пакет уже используется, то есть там, я не знаю, ты юзаешь какую-нибудь конкретную версию этого пакета, она уже у тебя есть в хостоде, ты ее можешь забрать. Но тебе, например, очень нужна какая-то новая версия, которая вот там вышла, но ее нет еще в корпоративных регистри. И тебе ее надо добавить. Ты не ждешь там месяцами, пока она добавится в хост, пока ее просканируют безопасники. Ты можешь ее выкатить быстрее, просто скачав ее через прокси. Но потом тебе ее надо легализовать. И поэтому тебе в любом случае потребуется пересборка. То есть какой-то тестовый сервисный пакет все равно нужно будет преобразовать в релиз. Все, я понял, спасибо. Давайте дальше вопросы. Назначай какой тебе. Да, здравствуйте. Да, я не знаю, по очереди как, да? Да, меня зовут Владислав, я из Секопсинфра ВК. И меня к вам дало вопрос. Вы отлично рассказали по поводу скана зависимости. Спасибо, это был третий вопрос. Я думал, когда же вы этого упомянете. Но если вы вернетесь на съемку, пожалуйста, можете вернуться еще раз. На какую? На самую последнюю, где уже все-все этапы были у вас прописаны. И все было… Наверное, было. Да, можно здесь. Вот смотрите, единственный нюанс, который меня смущает, я хотел бы задать вам вопрос, почему вы это не рассмотрели. В частности, мы знаем то, что в докере, открытом просто в регистере, где-то около 70-90% лежит имиджей, в которых есть либо вредоносы, либо явно старые пакеты, и их никто не будет править. И вы на этой схеме, получается, затягиваете их к себе и дальше используете. Но опять же, я так понимаю, через некоторые проверки. Да, мы просто свернули. Если бы мы все рисовали в реальном разделе, у нас получилось бы максимально перегруженной схемы, было бы непонятно. Дай секундочку. Кликер. Если мы прямо откатимся на несколько слайдов назад… Вот, у нас есть, пожалуйста, скан. Тоже через проксирепа вы подписываете и дальше все. Конечно, конечно. Это работает как для библиотек, так и для образов. То есть здесь уже просто свернут, у нас построен процесс, мы на него не обращаем внимания. Здесь мы уже говорили про фрейроллинг. Хорошо, тогда вопрос. Дальше развиваем диалог. Если hardening, про который вы говорите, про докербер, в самом начале вы упоминали, он происходит в какой момент? В момент, когда вы готовите golden image или base image, исходя из проверенных, подписанных образов, которые вы стянули изне, либо же на моменте сборки, то есть в какой момент? У вас есть понятие golden image или base image? Абсолютно по-разному, просто мне кажется, это немножко некорректный вопрос. Я не знаю, а можно до точки из А в Б добраться пешком или на велосипеде? Да, можно и так, и так. Просто тогда я думаю, что это должен быть один из пунктов, так как подписаны в любом случае качественные base image, это хорошо, но иметь пул таких доверенных образов, которые, опять же, нужно пересканивать… Так он, у нас есть доверенные образы, которые мы уже проверили, прихранили в хостеде. Вот-вот, тогда вопрос, харденинг на каком моменте происходит? На моменте сборки или на моменте создания golden образа? Базовые образы мы можем при добавлении в хостед, мы как раз-таки и полностью их харденим. Тут, на самом деле, очень много нюансов, мы лучше после доклада поговорим. Соответственно, вы можете, например, использовать некоторые такие образы от Microsoft, если вы, ну, или там, Alpine или еще что-то, и плоский. Если вы не доверяете Apple, Microsoft, там, Alpine или это, вы можете закрывать разработку. Поэтому где-то, на самом деле, там можно поступиться, это очень такая шаткая дорожка, но на самом деле процесс можно построить по-разному. С golden образами тоже есть проблемы, они достаточно быстро устаревают, это должна быть огромная система пересборки golden образов. Поэтому в последнее время я склоняюсь к тому, что есть у нас какой-то базовый образ, а мы уже проверяем все на момент сборки. Ну, а, соответственно, о зависимости, что мы втаскиваем, мы проверяем изначально. Да, и тогда еще последний вопрос. Как вы считаете, стоило было добавить в ваш чек-лист еще момент перескана уже готовых образов, которые бы содержали в себе код? Да, однозначно. Мы здесь не затронули, что можно сканить то, что у нас висит в рантайме, у нас не затронут момент и защиты рантайма. Ну, как бы, частично эти практики можно применить, но это уже, наверное, выходит за рамки данного доклада. Здесь же все-таки хотелось такой интенсивный краш-курс для тех, кто не совсем погружен в проблему и не понимает, хорошо у него сейчас сделано или плохо. Мы хотели подсветить именно места, где может что-то пойти не так и обратить на это внимание. Понятно, что на продакшене это, наверное, даже не то, что отдельный доклад, это отдельные несколько докладов. Да, спасибо большое. Спасибо. Собственно, про продакшен, про продакшен. У нас скоро в сейф-коде выйдет интересный подкаст. Там тоже будет про контейнерную безопасность и как раз про оркестрацию тоже немного будет. Уже как там защищаться. Класс. Давайте отсюда дадим. Добрый день. Ирина, меня зовут. Подскажите, пожалуйста, вы упомянули использование сейф-инструментов и сканеров. Какие бы варианты могли порекомендовать, которые проверены и отвечают тому, что мы должны использовать все-таки наше решение или хотя бы вопенсорсинг, который мы вот по этому же процессу и прогнали. Смотрите, как я всегда говорю и уже говорил в докладе, сканеры не панацея, они всегда на шаг позади. Кто-то должен словить эту библиотеку или что-то в ней расковырять, понять, что она плохая, должен добавить уязвимость, список уязвимостей, и только потом вы со своим сканером узнаете об этом. Соответственно, плохую зависимость тоже кто-то должен сначала словить. Если мы говорим про ASEA, вопенсорсинге, пожалуйста, dependency track, gymnasium, замечательные инструменты. А сканеры? Есть примеры? Тоже. Ну, это сканеры. Или мы про что говорим? Я имею в виду российские какие-то варианты. Российские сканеры? Российские сканеры, конечно, есть. Вы проверяли? Ну, вы проверяли их? Ну, то есть, какие-то рекомендовать можете? Рекомендовать. А вы думаете, там какие-то прям уникальные фиды и другие? Нет, но у нас в 2025 году стоит задача заменить все решения, которые отвечают за безопасность на отечественные. Вот поэтому было бы интересно узнать о вашем опыте, если он у вас есть, именно отечественных сканеров. Придется переклеить шилдик на зависимость-отслеживатель. Ждите на всех прилавках. при лавках новый продукт. Спасибо. Так, давайте еще успеем, наверное, один вопрос задать. А можно полтора? Можно полтора, да. Супер. Большой вопрос. Ребята, давайте представим, что мы все сделали. Это достаточно легкодоступные вещи, надеюсь, для всех. Но у нас появился где-то там в 2024 году неограниченный бюджет по времени и количество участников этого процесса. Давайте вместе помечтаем, что бы вы еще хотели хотя бы один-два пункта сюда дописать, когда вот чемодан денег появился с неба. Да, много всего. Вы куда-то выкатываете, вы выкатываете в какое-то окружение, в оркестрацию. Мисконфигнуть там не проблема. Соответственно, ваши там те же самые настройки должны соответствовать тому, чтобы даже если ваш продукт как-то проломят и попадут в контейнер, чтобы оттуда уже никуда нельзя было выбраться. Это первое. Я не знаю, развивать как раз, ну вот, подсвечивали вопрос. Есть отличная тема с пересканами. В чем она заключается? Сегодня уязвимости известны одни. Вы собрали контейнер, у вас есть список уязвимостей. Это не означает, что завтра в этой библиотеке не будет обнаружено что-то новое. А в ней могут быть зародей. В баше была уязвимость 10 лет, ее никто не находил. Соответственно, помните, про это вы должны это уметь находить. Что еще? Активная. Тоже активный сканер. Активный, да. Сканер в рантайме. Пожалуйста, анализ поведения в кластере. Миллион тем, на самом деле, это можно развивать очень далеко. И последний пол вопроса. А что вы предпочитаете делать с разработчиками, которые всякую гадость в вашу DevNexus тянут? Не находят. Интересная фраза была. Мы как раз, когда формировали новую конференцию по безопасности, прозвучала такая фраза. Нагибательные процедуры неизбежны, лучше к ним готовиться заранее. Спасибо. Так, давайте выберем лучший вопрос. А может еще вопрос? Даже два, даже два. А вон у нас еще вопрос задавайте. Я понимаю, но у нас просто немножко мы по времени лимитированы. У меня коротко. У вас будет еще куча автопати, все автопати принадлежит вам, никто не будет забегать обратно в зал, вы сможете пообщаться. Давай тогда, выбирай, Лев. Так, давайте, наверное, вот один подарок сюда. Ты кого еще думаешь, кто тебе может понравился? Убирай ты. Так, ну давай, вот вопрос вот сюда. Последний? Да. Так, собственно. Класс, давайте вам аплодисменты еще раз за доклад. Спасибо всем. До новых встреч.